Далее эфир продолжит наша традиционная рубрика «Губерния все 20 лет». Сегодня Вячеслав Корнев расскажет, что же интересного произошло 13 сентября. Слава, здравствуй. Добрый день. Ну, 13 число нехорошее. Да, в 2012 году в этот день упал кран на 24-ю школу, на Флегонтово. Помню это событие, тогда дети в 8 утра шли в школу, и в это время кран и упал, собственно. Дети остались все живы, но вот, к сожалению, умер в больнице крановщик. В 2013 году в этот день открыли набережную после паводка. Вода только сошла, ее открыли, но потом закрыли. Закрыли, да. Стали ремонтировать. И в этот же день был митинг протеста легальных таксистов. Они опять митинговали против так называемых бомбил. Да, дело в том, что за год до этого их обязали покупать лицензии, и вот те, кто сделал по закону, оказался в проигрыше, потому что остальные продолжали работать без всяких лицензий. А сейчас вернемся в прошлое тысячелетие. В этот день у нас был репортаж про президента хабаровских бомжей. Сейчас уже мало кто помнит, что в 90-х годах у хабаровских бомжей был свой президент. И звали его Шура Муравей по паспорту Александр Муравьев. Точнее, паспорта у Шуры не было, зато была своя резиденция во дворе дома на Дикопольцево. Бищи со всего Хабаровска приезжали к нему на прием и делились пушниной, стеклянными бутылками, которые они собирали на мусорных площадках. Муравей был главным авторитетом при разрешении конфликтов между хабаровскими бичами из-за сбора бутылок. Однако сам однажды чуть не стал жертвой дворцового переворота. Заговорщики отправили муравья в другой город. Меня посадили в самолет, напоили клофелином с водкой, и я улетел. Очнулся, знаешь где? В Сочиах. Клянусь вот богом, в Сочиах. 13 сентября 2011 года Хабаровск посетил последний из Магикан. Причем не в переносном смысле. С миссией дружбы и трубка мира к нам приехал индейец племени Магикан. Магиканин Брэнд Майкл Дэвис называет себя прямым потомком Чингачгука Большого Змея, который, по его словам, действительно существовал и был знаком с Фенимором Купером, который сделал его героем серии романов. Родственника Большого Змея по-индейски зовут Голубой Бабочкой. Он приехал в Россию по приглашению поклонников всего индейского. Причем сразу по приезду индейца ограбили. И для исполнения магиканской музыки ему пришлось просить инструменты у хабаровских нанайцев. Но Голубая Бабочка все равно рад, что приехал. Из Америки он убежал от своей невесты, которую ему назначил вождь для продолжения магиканского рода. У нас полторы тысячи, и задача старейшин следить, чтобы племя не уменьшалось. Я уехал, потому что меня практически силой заставляют жениться. В сентябре 2002 года в России впервые прошел конкурс региональных телекомпаний «Тэфи Регион». К тому моменту конкурс «Просто Тэфи», который проводился с 1994 года, уже превратился в выяснение отношений между тремя-четырьмя федеральными телеканалами. И, как заявил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, конкурс среди региональных тележурналистов гораздо интереснее и непредсказуемее. И это, в общем, начало серьезного наступления регионального телевидения на столицу. До первого конкурса «Тэфи Регион» считалось, что самое сильное телевидение в Сибири и на Урале. Однако лучшей региональной телекомпанией страны по сумме всех показателей во всех номинациях была признана Хабаровская губерния Бронзова-Арофея. В Хабаровск привезли шеф-редактор Елена Шумилина и ведущая новостей губернии Диана Степанова. Наговая, это даже те люди, которые там были, они говорили, ребята, у вас такая команда, это ощущается в каждом, в каждом. Он тогда вышел на сцену, он сказал, что ребята настолько сильные, в каждой номинации вы настолько рвались вперед, что просто не заметить вас было невозможно. На сегодня у меня все. Проект «Губерния все 20 лет» продолжится завтра.